Здравствуйте дорогие зрители и подписчики канала Дело Мастера Боится! Сегодня мы с вами попробуем реанимировать компьютер, который перестал включаться. То есть включение идет, зеленая лампочка питания светится, при включении слышен длинный гудок, который говорит о неисправности материнской платы, либо блока питания. В нашем случае блок питания хорошо работает, только под зрение на материнскую плату. Вот материнская плата, она снята с компьютера. Попробуем ее реанимировать хотя бы временно, для того чтобы компьютер еще поработал. Разобрав компьютер, мы сняли материнскую плату. Компьютер вот, все провода отключены, питание, винчестера, DVD-рома, а также сняты видеокарта и ТВ-тюнер. Сняв радиатор охлаждения южного моста, мы увидели, что на нем есть уже небольшие вздутия, которые говорят о том, что этот компьютер уже ремонтировался путем прогрева южного моста. И также свежая смазка, которая применяется для охлаждения процессора. Попробуем еще раз нагреть этот южный мост, может быть это поможет и он еще какое-то время поработает. Напомню, что этот является ремонт временным, так как в дальнейшем понадобится либо замена южного моста, или замена всей материнской платы в целом, если ничего больше не поможет. Что нам понадобится? Для этого нам понадобится пищевая фольга, которая применяется для запекания хозяйками в духовке, возможных продуктов, уток и всего остального. Понадобится фен строительный. Фен для волос не подойдет. В нашем случае это фен зенит, который имеет два режима мощности, температура на первом режиме 350, на втором 500. Конечно, температура не та, которую рекомендуют некоторые мастера. Паяльной станции у нас нет. Другого фена тоже нет, который позволил бы уменьшить температуру до 220-250 градусов, поэтому придется обойтись этим феном. Будем осторожно, аккуратно делать, чтобы окончательно не сжечь южный мост. Также понадобится нам нож острый для того, чтобы вырезать отверстия для моста в фольге. Перед началом работы необходимо положить материнскую плату в горизонтальное положение, на негорючее основание. В данном случае это боковая крышка корпуса компьютера системного блока. И приступим к работе. Для начала нужно снять как можно больше частей материнской платы. Это карта памяти, чтобы она не мешала нам работать. И центральный процессор, вместе с охлаждающим кулером и радиатором. В разных блоках выполняется разное крепление системного блока, кулера. Здесь у нас вписано AMD. Путем отстегивания кулера мы проводим отсоединение его от процессора. Не забывайте отключить провод питания кулера, который крепится на материнской плате и демонтируем радиатор охлаждения процессора. Вот наш процессор, масло еще в хорошем состоянии. Для пущей осторожности снимем процессор, чтобы, не дай бог, температурный нагрев не испортил его. Отложим в сторону, чтобы меньше было риска. Если уже что-то испортится, то это будет только материнская плата, которую в дальнейшем и так нужно будет заменить или по возможности провести капитальный ремонт. Сейчас компьютер уже устаревший, материнская плата NF4AM2L, ее найти проблематично, поэтому я думаю в дальнейшем придется поменять ее на более новую, перспективную материнскую плату. Итак, приступим к работе. Отматываем кусок фольги по размеру материнской платы и отрезаем аккуратненько и отрываем необходимое количество. Вот наш кусочек. Теперь нужно приложить ее к материнской плате и обвести контуры южного чипа южного моста. Это делается для того, чтобы при нагреве южного моста случайно не расплавились другие части материнской платы и не выпали из своих мест. Острым ножиком аккуратненько по периметру чипа надрезаем и освобождаем отверстие для чипа южного моста. Здесь есть кристалл центральный и по периметру, который крепится на подложке. Подложка в свою очередь припаяна небольшими капельками припоя на материнскую плату. При нагреве этого чипа происходит не пайка, а расширение капелек припоя. Если там образовались какие-то дефекты, то происходит снятие пленочкой окисления в этом месте. И возможно он еще у нас заработает. Аккуратненько прижимаем, положим тяжелые предметы по бокам, чтобы фольга плотнее прилегала и при работе фена не поднялась. Нагревать нужно осторожно, чтобы не перегреть чип и он окончательно не вышел из строя. Включаем фен-визетку. Для работы применяется только первый режим и состояние 10-15 см. Начинаем плавный прогрев чипа. Время прогрева, так как температура у нас 350 градусов, составляет 2 минуты. Если у вас будет хороший фен или паяльная станция, то время прогрева составляет 3,5 минуты. Нам нужно взять секундомер, включить его и начать прогрев. Начнем. Субтитры сделал DimaTorzok Ждем 15 минут до полного остывания чипа. Ничего трогать сейчас нельзя. Будем ждать, пока все остынет. После остывания проверим, что получилось. Прошло 15 минут остывания платы. Снимаем защитную фольгу. Устанавливаем на место радиатор охлаждения южного блока. Для этого применяем термопасту для лучшего охлаждения. Не забываем это сделать. И у нас совсем немножко. Термопасту наносим на центральную часть чипа. И аккуратненько отверточкой распределяем пасту по поверхности чипа. Центральный кристалл очень нагревается при работе, поэтому ему нужно качественное охлаждение. Вот, паста нагнесена. Теперь закрепляем. Радиатор охлаждения. Здесь у нас какой-то мастер поработал. Снял с него кулер. Вот крепление было для него. И я подозреваю, что по этой причине произошла поломка от перегрева чипа южного моста. В дальнейшем, сейчас мы проверим на работоспособность. Я поищу подходящий кулер сюда. Если все будет работать, я его поставлю для лучшего отвода тепла, чтобы такое не повторилось впредь. Возвращаем на место центральный процессор. Он должен сесть своими ножками до упора и рычажком фиксируем планку, крепящую центральный процессор. Здесь также нужно обновить термопасту, потому как она уже могла подсохнуть. Предварительно удалить старую. И разравниваем по всей поверхности центрального процессора отверточкой. Можно использовать старую пластиковую карту или любой предмет ровненький, чтобы термопаста легла равномерным слоем по поверхности центрального процессора. Если термопаста застывшая, то необходимо старую убрать однозначно, так как она ухудшает теплоотдачу при работе процессора. Устанавливаем на место радиатор охлаждения с кулером. Для этого заводится зажим с левой и правой стороны радиатора охлаждения. И после этого рычагом проводится фиксация. Окончательное радиатор охлаждения. Не забудьте подключить провод, ведущий от кулера к выводу материнской платы. Здесь провод имеет 4 вывода. Это говорит о том, что скорость вращения и время работы кулера регулируется центральным процессором компьютера. И он в зависимости от нагрузки включается либо выключается. Устанавливаю на место карту памяти. Здесь ошибиться не получится, так как она имеет разъемы специфические для установки на свое место. Вот материнская плата собрана. Будем ее устанавливать в тело системного блока. Устанавливаем плату на свое место. На корпусе системного блока есть специальные гайки для закрепления болтов, которые крепят материнскую плату. Затем отверточкой крестообразной закручиваем все 6 болтов, крепящих материнскую плату к корпусу. Ну вот материнская плата установлена в системный блок. Мы видим, что южный мост сверху накрыт радиатором. Здесь нет кулера. Что-то надо придумать, чтобы он хорошо охлаждался. Скорее всего из-за этого уменьшается срок службы этого моста. Поэтому сейчас что-то придумаем. И после этого проверим при привлечении к монитору. Что покажет, как будет работать. Я думаю, что все прошло успешно. Пойдем к монитору. Ну вот мы закончили ремонт материнской платы этого компьютера. Южный мост стоит на месте. Все собрано. Здесь находится, я поставил небольшой кулер на южный мост для усиления вентиляции. Стандартного не было, подобрал какой был. Теперь температура не будет подниматься до фактических температур и не будет отходить чип от платы. Здесь стоит тюнер, телевизионный, видеокарта, специальный процессор. Что же с этого получилось? Посмотрим. Подключаем до монитора с датными штурами и будем включать. Был короткий звук, значит тестирование прошло успешно. Идет загрузка стандартная. У нас установлен Windows максимальный в 7. Пока работает без боя, значит зрели мы не зря. Работает резво. Включим аиду для проверки температурных датчиков. Нет ли перегрева в каком-то оборудовании. Посмотрим по месту. Идет загрузка. Здесь в разделе компьютер включаем датчики и смотрим. Температура центрального процессора 22 градуса тепла. 23 градуса тепла. Это нормально. У семьи все равно запускается. Сейчас без нагрузки. Попробуем дать ему немножечко нагрузку. И посмотрим как он себя будет вести. В сервисе выбираем тест стабильности системы. И запускаем кнопкой старт. Здесь в нижнем графике показывается процентная нагрузка на центральный процессор. 100%. В верхнем разделе показывается температура всех датчиков компьютера. Как видно температура максимальная центрального процессора сейчас 40 градусов. В определенном моменте должно выйти на одинаковую температуру. и не повышаться по шкале времени. Если эта температура будет стоять стабильно, значит система работает стабильно. Плошно вышла 42-40 градусов. Резких скачков температуры нет. Значит система работает стабильно. Максимально 40-42. Мы поменяли термопасту на центральном процессоре и на южном мосту. Поэтому температура стала держаться стабильнее чем до этого. До этого поднималось до 40 градусов. Было до 70 градусов при большой нагрузке. Значит все работает стабильно. И наша работа не прошла даром. Устанавливаем тест. И уходим в стандартный режим работы. Вы были на канале Дело мастера боится. Посмотрели как можно своими руками немножечко подремонтировать компьютер. Если у вас нет денег на капитальный его ремонт. Он еще какое-то время поработает. Это не правило, что все будет работать. Нет гарантии никакой, что будет все стабильно. Поэтому в лучшем случае предстоит замена южного моста или материнской платы в целом. Ставьте свои лайки, замечания пишите. Подписывайтесь на наш канал. Всегда с вами канал Дело мастера боится. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok